Всем привет! Это новости из Турции. Четвертый день. В Турции продолжаются землетрясения. Даже сегодня, 9 февраля, примерно в 12.40, произошло землетрясение магнитудой в 4,4 балла в городе Малатья. А самое сильное землетрясение было 8 февраля примерно в 11 вечера в городе Муш. И магнитудой его составляло 5,4 балла. Самое же слабое землетрясение произошло в час дня в городе Каванчелар с магнитудой в 3,3 балла. За все 4 дня землетрясений в Турции погибло свыше 15 800 человек и пострадало более 62 900. Но с каждым днем шансы на спасение из-под завалов живых людей становится все меньше. После того, как в Турции объявили самый высокий, 4 уровень тревоги, который предусматривает международную помощь, многие страны откликнулись и выслали своих спасателей. И давайте коротко пройдемся по странам, которые выслали своих спасателей на помощь Турции. Израильская армия направила в Турцию группу из 150 человек, в которую входят спасатели, инженеры и медики. Греция также заявила, что направит в Турцию группу спасателей, собак-спасателей, врачей и сейсмологов. Германия координирует помощь со своими партнерами из ЕС и готовится отправить в Турцию генераторы, палатки и теплые одеяла. Южная Корея направляет в Турцию 60 сотрудников поисково-спасательных служб и медикаменты. В спасательной группе, отправленной Великобританией, в Турцию 76 человек. Индия, в свою очередь, направляет в Турцию два поисково-спасательных отряда по 100 человек, также собак-спасателей и оборудование. CNN сообщает, что США направят в Турцию две группы спасателей по 140 человек. Швеция, Чехия, Австрия, Италия, Испания, Франция, Польша, Румыния, Хорватия, Сербия, Черногория, Молдова, Япония, Мексика, Ливан. Уже отправили в Турцию свои спасательные отряды. Для ликвидации последствий землетрясений в Турцию и Сирию группы спасателей направила и Россия. Многие эксперты-сейсмологи заявляют о том, что землетрясение стало самым серьезным в Турции практически за последние 100 лет. Так, японский сейсмолог Мариваки Янашири заявил, землетрясение в Крахман-Мараше стало самым мощным в истории страны после Эрзиджанского землетрясения 1939 года. Это были все новости на данный момент. А чтобы узнавать больше интересного о Турции, подписывайтесь на наш канал. Также не забывайте делиться своим мнением в комментариях и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok